МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Васвятая служба информации, телерадио компании Гомель, у студии Наталья Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Гоноровый гражданин Гомеля. Депутаты Горсовета одноголосно подтримали пропонову об просвоении звания Станиславу Шабунеускому. Свято в городе. У Гомеля запалила огни, головная елка в области. Листы Деду Морозу и подарунки в посылках. Белпошта так само подрихтовалася до новогодних свято. Праца шукает человека. Сегодня у Гомеля прошел черговый кермаш вакансий. А зараза в этом меньшем больше подробязна. Городский совет депутатов одноголосно подтримал пропонову керавника в области у Владимира Дворника об присвоении звания гоноровых гражданин Гомеля архитектору Станиславу Шабунеускому. Все лето спаунилась а 150 годов з дня нараджения до или дачае будинки до этого часу упрыгожвают в улицы города. Кабу вековечить его имя, удельники 7-й сессии унесли зменный удеючую инструкцию об присвоении гонорового звания. Звание почетки гражданин Гомеля является высшей степенью признания притеревого здравоохранения, присвоение звания за службу работников Гомеля, проживающих на территории Гомеля, а также притеревого региона и республики, проживающих, то есть в мире здравствуйте. Продавается в эту статью добавить звание почетки гражданин Гомеля может быть присвоено посетом. Депутаты таксама пропоновали разглядеть питанье об присвоении имя Шабуневского одной из улиц Гомеля и размещении мемориальных дошек на спроектованных им будинках. А кроме того, на парадку дня 7-й сессии депутатов корректировка инвестиционной программы на 2018 год и удокладнение городского бюджета, а таксама шерах инших питанье. У Гомеля урочисто запалили головную елку в области. У першиню Украины у иллюминации зеленой прихожони выкаристали пиксельные технологии. У святочную атмосферу окунулася Явгения Кухаронак. У чеканья цуду гомельчане и гости горды собрались околе головной елки региона. Свято почалось с театрализованного деяния зуделом казочных героев и Деда Мороза со снягуркой. Головная елка в области, вышиней у 32 метра. Ее упрогоживают 120 гирлянд, а 60 тысяч пикселей складают светловую сетку. На верховине вифлеемская зорка. Это первая елка нашего сыночка, ну вот, когда мы пришли в город, и столько впечатлений, такие яркие огни, а иллюминация вообще сегодня волшебная. Мы очень рады, что пришли, и папа смог приехать с работы. С одного боку одновогодние пригоженные светловые фигурки, знак Озадияку, балерины и великий елочный шар. С іншого новинки – пять арок с коронковым орнаментом, арт-композиция Орелли и великая лечба 2019. Вокол головной елки еще 60 невеликих ялинок, клеяких разместились символы от иходящего года и над иходящего. С Новым годом, счастья, здоровья и всего самого наилучшего в жизни. Великолепный год прошел. Проводить в 2018 год рыхтуются так само Янка и Янина – самоецкие лайки. Яны допомогли Деду Морозу со снегуркой запалить елку и протягнули свята за фотосессией с маленькими гамельчанами. Евгения Кухаруна, Сергей Лукашук, телерадио «Компания Гомель». Листы до Деда Мороза, новогодние фотозоны и акция милосердности. У отделениях сувязей Гомельского филиала республиканского предприемства «Белпошта» началось предоставление святочных послуг. Утымлику – бесплатных. С их пираликом ознайомился Олег Синтероу. У супрасовников 38-го отделения Паштовой Сувязи в этот месяц особливо напружены. До традиционных обвязков на ксалт-приемы платежов, до далисящие и передновогодние кропоты. Некто ожидая набыть новогоднее упрыгоживание. Некто просит зарабить заказ в Паштовый интернет-магазин. Выбор максимум их подарунков с управдой ураживая. От косметики и оденья до бытовой техники. Некого дефицита сегодня у крамок нема. Але традиция веншевать со святым подарунками. У Шматкого засталась, а койкость посылок у поравнаний с косричником, у отделений повеличилась, а маль на полову. Тут же можно принять удел и у доброчинной акции «Марафон Добрини». У нас проходит акция «Марафон Добра», где каждый желающий может приобрести товары народного потребления, игрушки, констовары, газетки, журналы для деток-сирот. В последующем эти товары мы передаем в детские дома. Сирот самых запотребованных новогодних послуг – заказ в подарунку от Деда Мороза. Причем тут некаких вариантов. Можно оформить на уже сформированный набор с ёлочных упрыгоживаний и цазок. А можно доверить выбор самому детяти. Сегодня в Деде Морозе можно написать «Лида Деда Мороза». Тут на прикладный текст есть. Я весь год мкнулся быть добрым хлопчиком и ожидаю трамать у подарунок. Далее уже фантазия подкажет. Цекало, что этой послугой ведьми активно красаются студенты, которые ожидают добро сдать сессию. С новогодних послугов нового уядения у фотозоны покуль, но весь гомель их только три. У своем роде это эксперимент, про який уже зараз можно сказать, что он оказался удалым. Сам процесс фотографования бесплатный, обмежевания по взрослому так само нема. В отделениях связи города Гомеля наш художник-оформитель Галина Негодина установила замечательные фотозоны, которые пользуются большим спросом у наших посетителей, как у взрослых, так и у молодежи. Буквально у всех, у кого есть мобильный телефон. Сегодняшний гость программы «Открытая студия» Радио Гомель Плюс, директор регионального филиала Республиканского предприятия «Белпошта» Галина Терещенко. Размова о эфире про работу пошты у святочных дней, акции и на вот открытие нового отделения. Ягод так само можно лечить святочным подарунком Жахарам Базевского микрорайона «Молодежный». Это современное отделение, которое состоит из большого операционного зала и отдельного зала по приему и выдаче посылок. Отделение связи, кроме того, что оснащено всеми необходимыми организационными моментами, как наше любое отделение почтовой связи, в нем есть платежно-справочный терминал для клиентов, в нем есть бесплатный Wi-Fi для клиентов и даже детская зона для маленьких посетителей. Олег Сентяров, Валерий Капанько, телерадо «Компания Гомель». Сегодня у Гомеля провели кермаш вакансий для граждан, которые не заняты у экономицы. Працовное место им пропоновали пять предприемств у разной формы властности. Городские центры занятости наведали наши корреспонденты. Сегодня на официальном улице у Гомельским городским центры коля 800 человек, але колькость незанятых у экономицы значна большая. Зараз гэтые списы удокладняются, отповедная работа повинна быть завершена до початку лютого наступного года. Кермаш вакансий спроба оказать садзейничыню у працовладкованне. Працовные места пропонуть пять предприемств у перепрасочной будовничной машинно-будовничной сфер, а так само служба такси. У Гомельского мясокомбината 27 открытых вакансий. Неких значных потребований у да профессийных навыков претендента у Няма, навучат на предприемстве. А вось медицинскую комиссию пройти, придется. У нас действительно вредные условия труда. И для того, чтобы человека принять на работу, он должен пройти медицинскую комиссию, включая санитарный минимум и так далее. То есть требования там действительно есть определенные, и они довольно жесткие. Для больше эффективной реализации поставленной задачи разом с представниками предприемства на Кермаш запросили членов постоянно деющих комиссий по садейнейшей незанятости насилинства. Все неяны прасуюсь при всех выконкамах и городских администрациях. Незанятым у экономицы грамадянам дают ломачэнни. С пажатку наступного года яны пачнусь по полным тарыфе платить за гаражая водозабеспечэння, а с кастрышника 2019-го – за газ и отяплэння. Одинай махчымысь платить менш – просоладкавацца. Пакуль рабиць гэта по розных причинах пагаджаюцца не усе. Мы же действуем, приглашаем, мы звоним даже, приглашаем, что придите, мы окажем помощь, понимаете, что наступательная позиция занята, значит, тут работают совместно, вы обратили внимание, что секретары комиссии участвуют с администрацией, попросили администрации звоните, приглашайте, пусть приходят. Надеюсь, раз пришли, уже сегодня отказали, в следующий раз не откажутся. Выставочная простора молодым. У Центральной городской библиотецы имя Герцена открылась выстава гомельской мастачки Анастасии Шабалтас. У экспозиции представлено больше, как 40 картин в техниках алейного и акварельного живопису. У работах Анастасии Шабалтас фантастичные идеи и казочные образы уасабляются у надзвучаи светлые живописные творы. Они представляют глядачам целый широк сюжетов – морские пейзажи, чайный натюрморт, истории загородного життя. Выявленным мастачством Анастасия Шабалтас захопилась в детстве. За плечами автора 19-я школа с эстетичным ухилом, колледж народных мастацких промыслов и мастацкое училище. Мастачка неодноразово была у дельницей коллективных и персональных выставов. Это моя любимая тематика. Сейчас, конечно, больше пошла Марина, но коты всегда остаются со мной. Даже по фотографии могу писать котов в любой тематике, в любых своих работах. Я всегда пишу и очень рада этому. Самые новенькие – это символ года. Это свинки-ангелочки. Буквально за два дня последних написала к выставке. И об спорте. У Гомере проходит фестиваль легкой атлетики «Снежная рысь». Масштабные споборнества в четвертый раз. Сбирают на арене Палаца легкой атлетики сотни юных спортсменов из Беларуси из-за Межжа. На этот раз конкуренцию нашим атлетам складают одногодки из России. Подробязности в наступном сюжете. Организаторы подкресливают, что это не просто споборнества, а соправдный фестиваль легкой атлетики. И справа не столько в масштабе, сколько в атмосфере. Церемония открытия, как завжды, яскравая и насыщенная. В этом забавляльная программа не обмяжевывается. Я на уплете на уход споборнества, что я еще больше обвостраю отчувание свято. Основная задача – это сделать легкую атлетику популярной. Это очень красивый и зрелищный вид спорта. Мы должны об этом говорить. Это не просто какие-то соревнования. Это то мероприятие, где мы пытаемся внедрить элементы шоу, где пытаемся сделать это более интересным, красивым. И самое главное, что нам то, что мы здесь отрабатываем, вот на этом фестивале, мы потом где-то с успехом и реализуем в течение уже непосредственно чемпионатов, турниров, соревновательных моментов, те, которые стоят непосредственно в календаре. Головный номер этого шоу – несумненно легкая атлетика. У Гомеля такие буйные споборництвы проводят миновито зимой не выпадково. Это добрая махчимость подвести выники минулого споборницкого года, а так само не гублять форму межсезонне. В этом году мы изменили возрастную группу, добавили группу юниоров, потому что получается, что именно этот возраст, 2001 год, он немного выпадает в осенне-зимний период в участии в соревнованиях. Ну и традиционно мы подводим итоги на этом турнире уходящего года, смотрим итоговые результаты наших спортсменов. У Федерации легкой атлетики Брандской в области России снежная рысь обовязково стоит у споборницким календары. На этот раз команда наличивает больше 60 спортсменов. У Гомель брандские атлеты едут за добрыми успоминами и высокими выниками. Великолепный турнир. Нам всегда приезжать приятно в Гомель. Здесь очень интересные соревнования, красивые, хорошая организация, просто супер, молодцы. Вот это как бы очень нравится нашим ребятам. С удовольствием сюда приезжают, показывают очень высокие результаты. У вас хороший манеж, хорошее покрытие. И все время, как правило, наши ребята бьют личные рекорды именно в этом вашем манеже. В этом году за узнохородый фестивалю легкой атлетики «Снежная рысь» смахаются 45 команд с Белоруссией и России. Максим Савенко, Анна Корольчук, Валерий Гопанько, Игорь Марыщенко, телерадио компания «Гомель». Наближается непахать. Назавтра у регионе обещано штормовое попереджение. Ближайшие ночи и ранницы, и на большие части территории в области чекается моцный мокрый снег. На дорогах гололюдится. Да и просить водителя быть уважливыми, заховывать худкостный режим и безопасную дистанцию. Пешеходам варто позначить себе фликерами. Эфир продолжает де-факто в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Снова пожар и снова на производстве. Накануне полыхали древесные материалы на пилораме в деревне Рабкор Октябрьского района. Пожарные прибыли в кратчайшие сроки и увидели, что пламя охватило большой деревянный склад, пристроенный к ангару, и уже перекинулось на находившиеся рядом доски. Полыхало хорошо. Огонь удалось локализовать, а в последующем и ликвидировать. К слову, за последние три недели это уже третье возгорание древесных отходов и пиломатериалов на производстве. Как и в предыдущих случаях, жертв удалось избежать. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара в неосторожном обращении с огнем при курении. Сообразили на троих. В Воевском районе рыбалка с помощью сетей закончилась уголовным преследованием для местных жителей. На пойменном водоеме реки Сож пограничники задержали трех браконьеров, которые использовали запрещенные орудия рыболовства. Улов нарушителей составил 115 особей озерно-речной рыбы, а причиненный ими ущерб – более 7 тысяч рублей. Вес добычи превысил 25 килограммов. Из воды браконьеры доставали ее подъемными сетками. Рыбу и орудия рыболовства изъяли сотрудники охраны животного и растительного мира, когда по сообщению пограничников прибыли на место происшествия. Дело направлено в Следственный комитет. В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 281 УК. И гражданам предстоит возместить вред на сумму более 7 тысяч белорусских рублей. Также ожидает их наказание уголовное в виде лишения свободы до 6 лет. Фальшивые деньги были изъяты в Гомеле и Калинковичах. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления внутренних дел. На стол к экспертам легли две купюры достоинством в 5 тысяч российских рублей и 100 долларов США. Фальшивку обнаружил кассир одного из обменных пунктов в Гомеле. Пятитысячную купюру ему отдал на обмен местный житель. По словам мужчины, деньги он получил за сезонные работы в России. А вот 100-долларовая купюра с признаками поделки засветилась в обменнике Калинковичей. Как пояснил житель райцентра, валюта была получена им от продажи квартиры в Украине. Он и не предполагал, что одна из банкнот окажется фальшивой. Мужчин, которые пытались обменять валюту, не задерживали, но по факту обнаружения фальшивок возбудили уголовные дела. Всего же с начала года в Гомельской области зарегистрировано 67 случаев фальшивомонетничества. На 14 меньше, чем за аналогичный период 2017-го. Это вся информация к этому часу. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельские борцы отличились на международной арене. Две медали завоеваны в Брянске на всероссийском турнире памяти Камозина. Артем Рудинок выиграл серебро у Артема Кравченко бронза. В Польше завершился женский международный турнир «Чарный бор» Open 2018. Валерия Ермола заняла на этих состязаниях третье место. Наталья Ланько до пьедестала не добралась. У нее пятое место. Баскетбольный клуб «Гомельсош» наведался в гости к лидеру женского чемпионата страны столичным цмоком. Правда, навязать борьбу гранду подопечным Сергея Кулешова не удалось. Драконы уверенно взяли верх 73-44. Самая результативная в составе гомельской команды Марина Раковская – 16 набранных баллов. В турнирной таблице гомельчанки на шестой позиции. Гомельский футбольный клуб «Локомотив» обрел нового главного тренера. Возглавил железнодорожников Алексей Шубинок. Соглашение с 57-летним специалистом рассчитано до конца будущего сезона. В минувшем сезоне Алексей Шубинок работал ассистентом главного тренера в футбольном клубе «Слоним-2017». Помогать новому главкому будут Андрей Горовцов, следа исполнявший обязанности главного тренера «Локомотива» после ухода Павла Кречина, а также Геннадий Шабуня. В минувшем сезоне железнодорожники заняли шестое место в чемпионате Беларуси по футболу в первой лиге. Путевки на областной этап детского хоккейного турнира «Золотая шайба» в дивизионе «А» разыграли команды четырех районов Гомеля. В поединке за первое место сборная Центрального района обыграла ледовую дружину Советского с отсчетом 8-2. А команда Новобелецкого района заняла третье место, разгромив представителей железнодорожного «7-1». На областном этапе победителям и серебряным призерам будут противостоять сверстники из Жлобинского района. Состязания состоятся уже в эту пятницу на главной арене Ледового дворца в Гомеле. Республиканский финал «Золотой шайбы» пройдет со 2 по 8 января в Минске. «Наша команда всегда в призовой тройке. Ну, если уже, как говорится, бывает такое, что соревнования достаточно интересные и жесткие в плане бескомпромиссной борьбы, но в каждом соревновании только побеждает сильнейших». На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Оставайтесь на «Беларусь-4».